Главная претензия к энергетикам, почему, несмотря на заблаговременное предупреждение о том, что надвигается стихия, коммунальщики не смогли быстро восстановить энергоснабжение обесточенных районов. В итоге из налипания снега минувшей ночью в Лазаревском и Адлерском районах шесть сел остались без света. В темноту погрузились и ряд социальных объектов, детские сады и школы. Восстановление энергоснабжения было поэтапным. К 9 утра Лазаревский район запитали полностью. К полудню частично свет появился и в отключенных селах Адлерского района. Полностью запитать потребителей Кубаниэнерго, по данным администрации города, удалось лишь к 3 часам дня. Такие темпы неприемлемы в городе, где одна из самых лучших материально-технических баз, считает Анатолий Пахомов. Если у нас случилась чрезвычайная ситуация и какая-то трансформаторная подстанция отключилась по той же опору, как в данном случае у вас там в Каменке случилось, что в этом случае делают? Дизель-генератор, который 1 киловатт или 500 мегаватт, то есть 1 мегаватт или 500 киловатт, притаскиваете, он стоит там, правильно? Ну а вы даже не могли нашим детским дошкольным учреждениям к утру поставить. При нашей материальной базе оставаться в таком случае так, это что такое? Все есть, только желания нет. Глава города обратился к депутатам горсобрания Сочи провести тотальную проверку сложившейся ситуации в энергокомплексе города и дать свою оценку произошедшему. Также юридическому управлению и управлению образования дано поручение подготовить обращение в прокуратуру и в суд по факту отключения электроэнергии минувшей ночью. Еще один вопрос, который обсуждался на совещании, также был связан с Кубанинерго. Накануне по предписанию Кубанинергосбыта в Сочи были обесточены пять многоквартирных жилых домов жилого комплекса «Остров мечты». Причина известная – застройщик не оформил должным образом документы. Позиция муниципалитета – страдать из-за этого добросовестные покупатели не должны. В итоге после переговоров главы города, председателя городского собрания с энергетиками высотки запитали. Чтобы этого впредь не происходило, Анатолий Пахомов потребовал от компаний Кубанинерго и Кубанинергосбыт решать вопросы взаимоотношений с застройщиками еще на стадии начала строительства, а не когда уже новостройки заселены. Говорили на совещании и о самовольно возведенных объектах. Еще одна острая тема совещания – земли сельхозназначения, которые собственники не используют должным образом. А точнее, там, где должны расти чай, фрукты и овощи, произрастают деревья, сорняки и даже целые жилые кварталы. Обследовано и направлено в рост сельхознадзор по 92 земельным участкам, по шести совхозам. Это площадь 1112 гектаров. Выписано предписание устранения нарушений срок до 18.02. 18.02. на 25 земельных участков площадью 263 гектара. Мы сейчас провели обследование, и ничего там не происходит, никто не устраняет те нарушения, которые есть. В связи с этим, 18.02. Рост сельхознадзор должен наложить штраф. На совещании отметили, муниципалитет делает все для того, чтобы неиспользуемые земли как можно скорее обрели новых добросовестных хозяев. Однако, Рост сельхознадзор, от которого во многом зависят сроки передачи, не в полную силу занимается этим вопросом. К примеру, город подает сведения о 25 участках, где ничего, кроме бурьяна, не выращивают, а надзорный орган почему-то накладывает причем минимальный штраф только на один участок. Глава города потребовал изменить подход всех участников цепочки к решению вопроса сельхозземлей в Сочи. Кстати, уже весной 200 гектаров, это 20 участков, обретут своих новых добропорядочных хозяев.